Выглядит грустно, начиная от света и заканчивая состоянием. Очень жаль, что госучреждение у нас до сих пор существует без туалета для посетителей. Грунт здесь лежит прямо практически на документах. Это проверка. И сегодня мы проверяем отдел ЗАГС, который обслуживает сразу два района. Жалоб на них у нас целый пакет, чуть попозже мы расскажем. Но начнем мы с жалоб на то, что не дозвониться до них. Мол, даже в условиях пандемии, когда ходить лишний раз никуда не хочется и не рекомендуется, позвонить и выяснить вопрос по телефону с этим ЗАГСом невозможно. Так это или нет, начнем проверять прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте, это ЗАГС? Слушаю вас. Алло, слышите меня? Здравствуйте. Слушаю, говорите. Это ЗАГС? Да, ЗАГС. Кроме того, что мне с самого начала не представили, что это ЗАГС, больше даже придраться абсолютно не к чему. Мы быстро дозвонились, нам дали актуальную информацию, еще и рассказали, что работают по предварительной записи. Круто! Если у нас сейчас вся проверка так круто пройдет, я буду счастлива. Пойдем. С масочку, масочку никуда не пойдем без масочки. Если жалобы на невозможность дозвониться не оправдались, то жалобы на внешний вид этого прекрасного учреждения, к сожалению, оправдываются. Посмотрите, как это выглядит. Все обсыпалось снаружи. Очень печальная картина. И я не представляю, как здесь фотографироваться молодым, потому что либо попадает обшарпанная штукатурка, либо урна прекрасная. И вообще, вот если отсюда встать и посмотреть, и представить свадебную фотографию, очень красиво. Молодые урны и лепестки роз на фоне обшарпанного здания. Ой, господи, мало того, что узкое. Еще попробую открыть эту дверь. Такое ощущение, что весь ЗАГС это 8 квадратных метров. А где раздеться здесь можно? Нигде? А если я свадьба? Я тоже нигде раздеться не могу. Первая регистрация в Пуховиках. В Красноярске сейчас тяжелая ситуация с моментом выдачи свидетельства о смерти. Люди очень долго ждут. Как у вас с этим? Дело в том, что у нас регистрируют два ЗАГСа смерть. По правому берегу Ленинский ЗАГС, и по левому это ЗАГС по центральному железнодорожному. А у вас просто не приходят к вам с таким запросом? Как-то да, это централизованно сделано для удобства. Если к нам придут, то мы не отказываем. То есть функционал у вас есть? Да. Знаете, мне тогда немного странно с точки зрения начальства организации, когда мы знаем, что в одном ЗАГСе сейчас сидят огромное количество людей и не могут получить эту услугу, а сюда можно прийти, здесь людей-то нет, и организация готова принять. Да, мне кажется, больше проблема-то в морке. В морке, да, но туда мы с проверкой идти не хотим. У вас на входе висит объявление о том, что только четыре человека могут находиться в коридоре, но коридор у вас один общий. Да. А кабинетов много. Как тогда люди должны ждать в теории? Вот это вот тоже для нас проблема. Погода сейчас уже не летняя, чтобы людей как-то попросить выйти. Ну, решается больше всего за счет записи предварительной. Мендельсона уже подложили нам? Первое, что видим, это предбанник, так называемый. Здесь ожидают гости регистрации. И здесь одно из самых прекрасных помещений всего здания. Единственное, вот это вот расхождение плинтусов на потолке. Багет был суховат и треснул. Даже диванчики и креселки уютно прикрыли пледами. Еще вот потолок починить, и можно прям здесь регистрации массово проводить. Я рано, видимо, начала радоваться еще в предбаннике, потому что сам зал для проведения торжественных регистраций, он просторный, здесь прям такое эхо уже прямо сейчас есть. Он просторный, он очень светлый, и такое ощущение, что совсем недавно здесь был ремонт. Совсем недавно был? Нет, ремонт был в 97-м, по-моему, или в 2002-м году. И вот если присматриваться, конечно... Да, давайте не будем присматриваться. Ну вот здесь сложно не обратить внимание, когда вот те же самые трещины, которые мы уже видели на потолке, они на всех конструкциях. Мне поступает много жалоб на то, что в вашем ЗАГСе торжественные регистрации происходят иногда очень странным и очень неторжественным образом. Иногда даже без музыки, иногда со словами «Здравствуйте, распишитесь и идите». Нет, ну так, конечно, нет, это уже утрирует. Я вам могу процитировать. Это не просто вот мой пересказ. Сердце остановилось от досады. Так одна из невесток характеризовала свою церемонию, которая прошла здесь, и рассказала о том, что диалог был примерно такой. «Прочитайте, распишитесь, до свидания. Ни одного слова ни о вступлении в брак, ни о горести и радости, ничего». Они были, правда, без гостей, эта пара, но у них должна была быть торжественная регистрация брака. Ну, я ни в чего про это прокомментировать не могу. Единственное, могу сказать про музыку. У нас только музыкальный центр. Вот то, что здесь отвечает за музыку, музыкальный центр. Оркестр здесь не предусмотрен, что-то другое тоже нет. Ну, вот такой привет немножечко из 90-х и нулевых сейчас зазвучит, а мы проверим, работает оборудование или не работает. Что вы будете делать, если откажет? Или если перестанут на кассетах выпускать Мендельсона? Даже не представляю так. Молодец. Оборудование работающее, громкость у него вполне себе приличная. Единственное, я бы вот на вашем месте его как бы чем-то прикрыла, чтобы не отвлекать внешний вид, когда у нас более-менее такой симпатичный ремонт. Вот у нас, посмотрите, какое оборудование для того, чтобы проводить эти регистрации. И такой вот хардкорный музыкальный центр немножко отвлекает. Но главное, что он есть и музыка есть. Хотелось бы, чтобы вот вам какой-то косметический ремонт провели. Вы когда регистрируете, вот это не отвлекает? Хотелось? Хотелось бы, конечно. Мы очень ждем. Я бы вот вам лампочки вкрутила, например, лампочек нет. Это же не так дорого. Это электричество, и оно бывает, что замыкает. Они очень быстро почему-то перегорают. Я не знаю, это качество лампочек или может быть что-то все-таки здесь в проводке. Но они очень быстро перегорают. Здесь просто энергетика любви сильная. Ну тогда... От нее перегорают лампочки. Да, мы не будем успевать лампочки выкручивать. На люстру я посмотрела. Та-дам! Даже на люстре не все лампочки горят. Зато какой-то вот проводок или ниточка что-то там свисает с этой негорящей лампочки. Когда есть такой красивый зал, очень хочется, чтобы тот необходимый косметический ремонт, в котором они так нуждаются, случился, чтобы вот эту дверь поменяли. Потому что все равно заходишь, общее впечатление ловишь, красивое, прекрасное. А потом вот за это глаз цепляется, и приходит некое расстройство, от которого хочется избавиться. И судя по масштабам, которые здесь есть, все-таки избавиться не так сложно. Здесь подкрасить, здесь першаманить, здесь вот трещинку убрать, которая в самый потолок уходит. И будет здорово, если вы уж смешали два района в один ЗАГС. Можно как-то ему и денег выделить за два района. Хоть и маленький здесь холл, но очень правильно здесь сделан момент, на который часто в ЗАГСах жалуются, где непонятно, куда идти. Здесь понятно, около каждого кабинета повесили специальную бумажку. Тоже вот несложно же это сделать, но как удобно людям. Здесь прием заявлений на регистрацию заключения брака. Дальше другой функционал, расторжение брака, тоже такой естественный процесс для многих пар. Сначала в один кабинет, потом в другой. Этот кабинет здесь свой, посмотрите, функционал, все подписано, все понятно. Единственное, я до сих пор не вижу двери с туалетом. Все равно, если мы говорим об очередях, значит, где-то людям надо и естественное нуждство исправить, а вот где, где есть. Туалета как такового отдельного для граждан у нас нет. У нас есть туалет, там есть служебное помещение. А вот как им быть? Они до вас добирались полтора часа, приехали в очереди, посидели, которые случаются. Конечно, если дети, если пожилые, то, естественно, мы провожаем, потому что там у нас документы. А вы думаете, остальные как-то по-другому умеют? У нас есть по-другому бесплатный туалет, к сожалению, вот так у нас. У вас туалет тоже себе вполне такой светленький, отремонтированный. Тоже помещение странной формы, вытянутая и такое одинокое. Но самое главное, чтобы отвечало с санитарным нормам, кипяточком, отвечает мне сегодня. Куда я не посмотрю, везде вот вижу, что условия работы ваши, они вот-вот примерно такие. Даже самоклейка их не выдерживает. А я вот смотрю два кабинета, вот там, где вы, как говорите, сидите, и там, где сотрудник сидит. У вас как-то там светло-свежо, а здесь такие обои-то уставшие. Стоишь, когда на контрасте видишь оба кабинета. Здесь был кабинет хранения документов. Вот, потом мы все-таки вот... Как можно открывать ЗАГС, где три кабинета вообще всего, на все? Ну, вообще, если что, то раньше его вообще было два кабинета. На два района, два кабинета? Нет. Причем мы говорим про большие районы. Вы сувениры выдаёте вот людям, которые к вам приходят? Мы выдаём. Не выдаёте? Ну, они сами выдаются, посмотрите. Если вы не обдираете, пожалуйста, то вообще просто... А вам так больше нравится? Если не обдираете, может, хотя бы уже просто ободрать. Хоть что-то, говорят, оставьте. Ой, а тут стоять-то, наверное, не очень хорошо, да? А то оно мне еще и на голову вот так прилетит. Вот патриотично здесь, триколор российский висит. Мне кажется, это когда такие патриотичные вещи появляются рядом вот с такими, они перестают быть патриотичными, и как-то становится... Другая эмоция появляется, становится грустновато. Мы пришли как раз на рабочее место человека, который проводит торжественные регистрации, дарит людям добро, тепло и свет. Я не знаю, где вы берете вдохновение, потому что когда сидишь вот на таком полу, вдохновляться как бы особо не хочется. Когда в мире перестанут привязывать ручки вот так, что правда тырят ручки? Да. Серьезно? Надо бить по рукам сразу так. И линолеум у нас со скотчем на полу. Такие молодцы, вот выкручиваются как могут. Более-менее кабинет такой уютненький. Вы даже стены как-то сохранили, они у вас не запинанные. Это потому, что в прошлом был кабинет жениха и невесты, где они ожидали свою регистрацию. Вы про всех все знаете. Какая самая необычная смена имени была в истории вашей? Мальчик был года два назад, наверное. Он, видимо, сильно увлекался интернет-играми. И вот что-то взял себе, какой-то ник из своей игры, видимо. Прям в паспорт записал? Прям в паспорт. Красноярску, конечно, очень повезло. Но в самом центре города есть большой красивый дом семейных торжеств, куда стремятся многие пары. Но когда приезжаешь в районные ЗАГСы и видишь, что есть большой потенциал, есть более-менее красивые помещения внутри, и видишь вот такой фасад, видишь, что не выделяют финансов на какие-то элементарные вещи, становится очень грустно. Сегодня ЗАГС Кировского и Свердловского районов проходит проверку новостей ТВК. И мы надеемся, что это будет еще одним аргументом в копилочку решение все-таки провести здесь хотя бы небольшой ремонт. В 2021 году будем надеяться это случится. Сюда будут приезжать пары больше и чаще, и браков будет больше. Вообще хочется добра в завершении этой проверки, прежде всего конкретно для того отделения, которое мы сегодня проверяли. Но всем остальным я только напоминаю, что от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кошучек, Николай Чистяков. Новости ТВК. Новости ТВК. Новости ТВК. Новости ТВК.